Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксирован 21 обстрел. 15 на Мариупольском направлении, 3 на Донецком, еще 3 на Луганском. Сепаратисты продолжают обстреливать позиции украинской армии из орудий крупного калибра, запрещенных Минском. На участке между Широкино и Толоковкой. На других направлениях задействуют снайперские группы, стрелковое оружие и гранатометы. Как обстоят дела после обстрела позиций нашей армии под Широкино узнавал Александр Зыков. Позиции ВСУ в направлении поселков Широкино, Водяное и Толоковка были обстреляны из запрещенной минском артиллерии. Наши военные рассказывают, чтобы скрыть от международных наблюдателей случай обстрела подконтрольной Украиной территории, боевики все чаще открывают огонь с мобильных позиций. Мы находимся в месте, где оборудовалось укрытие, но не успели достроить его. Рядом с позициями украинской армии осколки разорвавшихся снарядов и следы взрывов. Это ПТУР, это хвостовая часть ПТУРа. Я думаю, что это конкурс или ФАГОК. Они тоже используют этот вид вооружения, очень точный и очень эффективный. Если грамотный оператор, то она очень хорошо наводится и попадает до полуметра. Сепаратистские СМИ заявляют, что украинские военные сами разбрасывают снаряды на своей территории, позже говоря, что их обстреляли. Военные на такие обвинения реагируют с сарказмом. Чтобы их раскидывать, их нужно иметь, чтобы их раскидать. Вот такие же использования. То есть, нужно выстрелить их, пронайменно, где-то поездить на полигон позбирать и тогда их тут кинуть. Ну, это же идиотизм. Видите, там же взрыв. Они что думают, что я бегаю с лопатой и копаю, мне не мать чем заняться, что усколки есть. Все же есть. Что там говорить, какие минские условия. У них я на папере. Военные говорят, часто фиксируют пролеты вражеских беспилотников. Спустя пару часов в районе их появления на позиции выезжают минометные расчеты противника на базе ЗИЛов и Уралов и открывают огонь. Украинские бойцы говорят, в целом обстановка на фронте стабилизировалась. Если до объявления перемирия боевики проводили по 70-80 обстрелов в сутки, то сейчас их стало меньше десятка. Ответить на провокации бойцы ВСУ не могут. С передовой давно отведено вооружение, способное подавить артиллерию врага.